В целом, вообще, расскажите, нужна ли детская... Не нужна, она необходима. Во-первых, вы посмотрите, какой двор. И двор проблемный очень. В каком проблемном плане. Посмотрите, он проездной. Проездной здесь, проездной там. То есть, практически здесь людям, детям нашим, негде гулять, если так разобраться. Вот сами встаньте и посмотрите. Мы писали в исполком, чтобы сделали вот эти велосипедные дорожки, потому что на велосипеде приезжали вот так, кругом. Потом, нашим детям маленьким, вот мама вышла, с сада пришла, после сада пришла, ребенка забрала. Где? Я лично фотографирую, если где-то в эту вижу, детские сады какие-то там, или какое-то дизайнерское решение где-то в Минске. Вот, я фотографирую, потому что, чтобы оформить здесь вот эту горку. Больше, ну, негде нам. Вот, дали нам кусок земли, вот этот лесный кусок земли с 1953 года. Вот, что хотите, на ней то и делайте. Вот, и поэтому мы, конечно, все за. Хотя у нас ребятишек маленьких не так много в нашем 109-м доме. Не очень много, но все-таки. Вот 7-й дом, вот 9-й дом. Мы надеемся, что их прибавится. Мы за. Мы специально написали письмо в исполком, просили главу администрацию поддержать. Нам ответили, это письмо у меня есть. Я вот Наде показывала, что нас поддержали. Вот, потому что в четверг она занесла письмо, а во вторник уже две машины еще земли уже привезли. Все согласны у каждой даче привезти все, что угодно здесь. То есть материал посадочный, очень много его материала посадочного, опять-таки. Ну, когда было 50 лет назад, это все деревья, это сажали наши родители вместе с нами, когда мы были маленькие. Ну, будет сажать, опять-таки, я понимаю, 109-й дом. Ладно, мы посадим, ничего страшного. Вот. Ну, в общем, если ничего не делать, так оно и будет. На сегодняшний день просто очень каждый занят собой. Я говорю, вы посмотрите, вот даже подъезд. Сейчас в 9-м, значит, подъезде, я говорю, слушайте, соседи, подъезд – это продолжение вашей квартиры. Вам что, нравится, когда он будет заплеванный? Во дворе вы выйдете, когда он заплеванный. Ну, вот в подъезде приводим, значит, порядок более-менее. Ну, в общем, я не думаю, что это все пропадет. Как-то надо просто-напросто, чтобы это все поддерживалось. Вот поэтому надо какой-то такой актив, как при советской власти, я говорю, был, да? Всегда был какой-то такой актив, активные люди были. Ну и что? И молодежь в этом же русле поддерживать как-то. Вот на сегодняшний день, может быть, дизайнера где-то найдем, может быть, кого-то, какой-то спонсор, какую-то фирму. Вы с полкома обратились, мне отказали письмо, меня прислали совершенно положительно. Вы еще будете, так я могу еще принести его, показать вам это письмо, ответ там есть. Так что надо окончаться. Если отчаяться, ничего не делать, то оно и будет вот так вот, понимаете? А если потихонечку начать и работать, то ничего страшного, все сделаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.